Всем добрый день и добро пожаловать на наш канал. Сегодня я показываю вам работы дочки, которые они делают в школе, так как у нас не получается вышивать по ткани. Купила Насте пластиковую конву и вот она сидела вышивала по пластиковой конве, делала стежки, училась. Следующая, это она давно просила у меня вышивать бисером, купила ей вот такую вот иконку трилетствующая, специально взяла маленькую, так как, чтобы было побыстрее видно результат. Ее сложно вышивать, но коли Насте очень захотелось, вот мы пытаемся где-то совместно, где-то она и сама, вот специально сделала ей на трубочку, чтобы она рукой одной держала трубочку, так как просто ткань она взять не сможет и вот она вышивает сидит. Следующее, что мы сделали, это вот такая поделка наша, мне очень нравится, вообще безумно нравится такие котики. Нашла в интернете рисунок, называется рисунок пайетками, есть в интернете картинки и вот гвоздики куплены у меня отдельно были, теперь и пайетки тоже, сейчас только подбираем какие нужны по цветам и и вот Настя сидела два дня в свободное время от учебы, сидела занималась этими котиками. Это я сделала ксерокопию, скопировали мне типа фотографии только на тонком листе, на обычном, на листе снегурочка и наложили на лист пенопласта толстый, так чтобы вот булавочки, вот эти гвоздики как раз входили. Вот они получаются, чтобы с обратной стороны не торчал гвоздик этот. Хотя сейчас видела уже продаются маленькие, но пока их нет в продаже, в одном магазине они очень дорогие, вот таких гвоздиков у меня уже канцелярских накуплено достаточно, поэтому работаем с ними. И еще я купила тоже канцелярские булавки, мы их вчера разложили вот так вот по цветам. Ну точно так же вот я взяла для такой же работы. Ну и переходим к работе. Оно у нас еще в незавершенном виде. Вот здесь уже не гвоздиками, а булавочками вот украшено получается. Вот оно очень интересно. Вот здесь вот немного с пайетками она начала, но потом предложила ей без пайеток. Оно и так будет красиво смотреться. Точно так же взяты картинки в интернете, распечатаны. Наклеила немного на клей ПВА, так чтобы картинка не скользила и украшена. Сейчас нужно вот здесь по контуру, ну не знаю, может быть и по контуру картинки прямо вот вырезать. И будут такие как бы поделки что ли, не знаю, украшения или Насте куда-либо или кому-нибудь подарит она. Особенно или бабушке там с дедушкой, кому-нибудь да ей хочется что-то подарить. Вот. Берите себе на внимание. Думаю, что деткам очень понравится такое занятие. Ну это я придумала уже вот с шариками, с этими сама. Смотрится очень даже красиво. Мне нравится во всяком случае. Тем более делая дочь, я в восторге. Ну вот наше занятие. Спасибо всем за внимание. До новой встречи. Рада буду, если вам понадобится, пригодится. И вы возьмете себе во внимание и тоже будете с детками использовать какие-либо вот работы. Так как делаем мы. И с огромным удовольствием посмотрела бы какие-то новшества. Но только то, чтобы в силу наших возможностей мы смогли бы с дочкой заниматься. Потому что теперь вот в школе у них началась вышивка, но у нас плохо она получается. Я уже смотрела и вот как бы ткут на вилке там или что-то. Вот различные такие техники, но то, чтобы нам подошло, пока я еще не нашла. Всем до новой встречи. Рада была с вами пообщаться. Пока-пока.